Эпохальное возвращение Мирона Абстрактностью и всё вот-вот-вот так Все эти панчи, вся эта штука Ты был надеждой для нас Последний ролик из серии Коротко вышел вообще в октябре 16-го года И казалось бы, чё это я за старое взялся А причины две Первая, формат отличный, почему бы и нет А вторая, это что отец бэтл-рэпа на русском Выпустил целых два новых фита А знаете, два куплета за год для Мирона И это уже очень много Но дело в том, что оба этих фита Не сказать, чтобы совсем никому не нужны Но они такие... Здрасте, вы на канале Сейна И сегодня я коротко выскажу свои мысли о том Куда катится Мирон И тащит ли он за собой и без того многострадальную русскую музыку Вообще, если объективно, то правильно говорить не Оксимирон, а Оксимирон Так как трудно не признавать его вклад в российскую музыку Не говоря даже о направленности его музыки И о том, что он вообще делает Любой артист такого масштаба популярности Вносит очень серьезное развитие В музыкальную индустрию своей страны А это важно Но даже если покопаться в том, что и как делает Мирошка Становится только еще интересней Про успехи нашего еврейчика в Оксфорде И его первые треки говорить бесполезно Так как я не знаю, как можно интересоваться Российской музыкой и вообще это упустить Гораздо интересней позиция, в которую Мирон ставил себя в начале пути Он русский рэпер в эмиграции Он хуячит на уровне западных артистов А все артисты на его родине В которую он так хотел бы вернуться По его словам Тупое говнище Тексты сверкают довольно нестандартным Интеллектуальным неймдропингом И отсылочками к литературе Все такое Янович постоянно экспериментирует С форматами и наполнением своей музыки Что только еще больше подкупает И расширяет его фан-базу И образ такого вот противоборца Который через терник звездам Становится еще красивей Если знать, что будет с ним дальше Мирон с самого начала ставил себя так Что добиться успеха для него Это просто дело времени Что вот он Он сейчас просто на заре Такое позиционирование работало И к моменту баттла Того самого баттла с Джонни Боем Мирон уже был готов апнуть Ранг уважения к себе Вот на пару позиций По итогу Апнул минимум на 10 Я думаю вы помните Какая шумиха была Вокруг этого баттла Как о нем говорили Вообще просто все И на волне Вот этого всеобщего респекта Оксана релизит Горгород Выпустив в то же время Или прямо сейчас Такой же альбом Какой-нибудь ATL Никто бы не заметил Только вот такой вот Узенький кружок фанатов Но так как это Уж выпустил уже не просто Оксимирон А напоминаю Оксимирон Альбом Выстрелил блять Как из ракетницы И вам ли Не знать Насколько больше шума Стало после баттла А потом еще и Горгород И вообще вот Мирон был везде И казалось бы Вот он успех Но проходят годы Мирон батлит с СТ Анонсит баттл с Дизастером Потом коллекция с Риба Потом анонсит еще баттлы И теперь слава КПСС Но Что мы имеем по факту Пустоту Мы видели только анонсы 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 Да за три года Мы увидели только несколько фитов Три баттла Один из которых Мирон проебал А это как бы было Эпохально Мирон проебал Но при этом Он как бы просто Как будто так стесняясь того Что проебал Как бы чтобы типа Ну я проебал Надо оправдаться Он выпутил трек Биполярочка Который опять же Не сказать что его плохой Но он сам говорил Что сделал его на коленке И как бы и все отнеслись Ну типа ну Сделал на коленке Ура блять И потом Снова Эпохальное возвращение Мирона Баттл с Дизастером Все круто Но сразу после баттла Мы узнаем Что его Невероятный Визави На самом деле Как бы Как бы чмода Которая готова продать себя Русскому пивасу За мелкий прайс Потому что На своем баттл рэпе Он заработать Очевидно не может И теперь Мирон катает его с собой По турам Как мертвую шлюху В багажнике И все равно Ничего не выпускает Поймите это важно Я не хочу сказать что Фиты с Катя там от этого спорчат Что они плохие Нет ни в коем случае Пора возвращаться домой Мне вообще очень зашел Но при этом Подумайте Это Это фиты И в пора возвращаться домой Мне зашел не трек Куплет То есть половина трека И как бы И припев бы мне даже Ёпта не понравился Если бы я перед этим Куплет Мирон не услышал Ну вот Ну Раньше Мирон использовал фичер Как возможность Заявить свою позицию Обозначить свое состояние На данный момент Времени Или же Анонсировать что-то Казалось бы опять анонсы Но в фичере Это звучит гораздо круче Вспомнить хотя бы Я буду делать книжный хоп А не череду лишних слов И когда он выпустил Вот прям подмышкой Вот так вот Автотюнового мальчика С ЛСП не получилось Теперь у него Новый автотюновый мальчик Томас Мраз И он снова Хочет выпустить вот Новое безумие Опять летний хит И теперь это стереокома И теперь это наполнено Такой интеллектуальностью Абстрактностью И все Вот так Но мне лично Трек показался скучным Местами Каким-то Липоватым И вообще нелепым Я не понимаю Как будто Что за хуй это Все эти абстрактные вещи И вообще Сама идея трека Мне показалась Какой-то заезженный Типа да круто Но и вообще с темой Что есть центральная идея У трека И вокруг нее Наслаивается Вот с каждым куплетом На нее новые и новые смыслы Становятся шире и круче Как будто он смотрел Типа скорее на какую-нибудь Жанну Агузарову Почему не посмотреть На Кровосток в этом плане Почему Ну ты же Ты же Ты же Оксимирон Это вообще Это вообще главная претензия Ты же Оксимирон Я ни в коем случае Его не идеализирую Я сейчас Я сейчас поясню свою претензию Потому что Перед этим Он выпустил Горсвет И Горсвет Вы Да все правильно говорю И Горсвет Выглядит как Оправдание За трек Который он выпустит потом Сейчас Оксимирон Хочет устроить собственный фестиваль Букин машин И он как бы понимает Что кроме него самого Там как бы все Ну вот такие вот артисты И новый его Томас Мраз Тоже То есть ну не одна аудитория У него с Оксимироном У Оксимирона просто такая Большая аудитория Что вот Найдется даже для От юного мальчика Пару девочек Ты забирай мне Они в принципе вообще не особо Нужны блять Я их даже на баттлах Посылаю там это Короче Томас бери Доешь И я думаю не у меня одного А у очень многих Создалось впечатление Что тот самый Отец баттл рэпа на русском Не выпускает треки Не из-за того Что у него творческая тяжба И вот у него думы И он хочет сделать Идеальный продукт А все потому Что происходит Все примерно так Бля Куплет есть А второй писать так не хочется Да и припевы я никогда не умел писать Может позвонить этим долбоебам? Да Алло Би-2 Ааа это уксибирон Я позвонил уксибирон Это уксибирон Как интересно Как интересно Да 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 Фичер да 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 Пара лямов Да да Ааа у меня будет Уксибирон 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 Как хорошо быть мной И выглядит так как будто Чтобы не наслаивать вот это ощущение Чтобы оно не продолжало культивироваться И гнойник не продолжал разрастаться Оксимирон выпускает трек Горсвет Где казалось бы, все так круто Там старый Мирон, как будто из 2008 Блин, все эти панчи Вся эта штука И казалось бы, вот она возможность Ты как бы жесткий трекан Тебе не нужно ни под кого подстраиваться Ты абсолютно в своей среде Сделай, сделай какой-то Месседж, скажи что-то нам Людям, которые годами от тебя что-то ждут А ты каждый раз выдаешь либо Баттл типа Состе, либо теперь Баттл, в котором ты еще и проебываешь Либо баттл с дизастром, в которых ты Заявляешь какие-то вещи в духе Баттл рэп, это не просто покрывание хуями Давайте делать нечто великое Я выпущу фит Но еще он в фильме будет по Пелевину сниматься Но Ты же рэпер Рэпер Так вот, так вот, так вот, так вот Выпускается трек Горсвет, который вот во всем крутой Но он там говорит Что он старый И казалось бы, хм, так это шуточка Так он просто иронизирует над собой Он же действительно, ему не 20 лет Серьезно Только это, сука, единственное заявление за очень долгое время Мы, относительно творчества Мирона И относительно его позиций Не слышали ничего очень давно И все, что он сейчас говорит Знаете, меня называли старым И, короче, я обиделся У меня хуятина больше вашей Она не встает, потому что я старый И это было бы клево, смешно и классно И мне бы, как бы, понравился трек И я бы вообще до него не доебался Если бы это не было единственное, что сказал нам Мирон Сейчас получается, что позиция Которую Мирон несет Это сначала Он говорит Фата Морганьене Собираюсь мериться хуем с Blackstar А с кем? А ты А кто еще? Ты Ты был Надеждой для нас Почему бы не помериться? Как будто это сложно И теперь он заявляет Что он уже слишком старый Кто-то обещал уйти Когда будет только под 50 Мы Все помним Янович А теперь он организовывает концерты Организовывает фестивали А теперь организовывает еще и Versus Очень много организаторских моментов Но в творчестве Только заявление о том, что он теперь старый Оба этих трека остались не особенно замечены Возможно, ту самую штуку, которую Мирон обещал еще на американском радио Он вот ее релизнет Это будет крутейший трек И тогда он наконец-то всем зайдет И это будет классно Но сейчас мы имеем дело с вот такой вот пустотой Имеем дело очень давно И это очень обидно Потому что, опять же, масштаб Мирона Не признавать нельзя И если он уйдет, как бы, с музыкального поприща сейчас И вот так вот То это будет очень обидно и странно Пишите свои мысли по поводу этого в комментариях И ты знаешь, где кнопка подписки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!